Друзья, сегодня 18 октября 2024 года, и я хочу вам рассказать о своем сне. Ну так, чтобы у вас было хорошее настроение на выходные. Снилось мне сегодня ночью. Иду я в Киеве по Крещатику, в сторону мэрии, мимо Бессарабского рынка, и вижу, что на месте пьедестала, где стоял дедушка Ленин раньше, которому нос отбили сначала, потом, не знаю еще, что ему отбивали, но в полный рост стоит скульптура Бени Коломойского. Да? Я так удивился. Даже во сне себя ущипнул. Ну и надпись золотыми буквами. Большими. Узник совести. Не может быть, подумалось. Ну как так? А потом вспомнилось. Справедливо. Ведь он сидит добровольно под следствием больше любого политика. И выходить не хочет. Даю вам слово. Вот раньше я, когда был старшим следователем водостойного прокуратуры Киева, да? Ну я же еще и заслуженный работник прокуратуры, чтобы не забывали, да? У меня было право посадить любого человека. Это был конец 70-х годов. Был маленький бланк, на котором было написано предъявление подозрения. Я мог задержать его на 10 суток или на трое. Ну вот любого. Пальцем покажи. Любого задержал. А потом захотел, выпустил. Никто за это не отвечал. Никто из подозреваемых на самом деле не выдерживал. Ну был один такой рыжий дядька, помню, вытерпел. Ну да, не буду об этом. Скажу только, что условия в следственном изоляции Киева не просто плохие, да? Я там два года, если вообще сложности сложить, сколько я там времени пробовал, допрашивая преступника, пробовал. Да я заходил в камеры ужасный. Просто ужасный. И единственный человек, кого я помню, кто выдержал все это издевательство, причем выдержал по-настоящему без всяких там повлажек, это Юлия Тимошенко. Вот она, да, ее точно можно назвать героем. С ней, кстати, сидела женщина из мэрии. Ну, в общем, я слышал о ней много хорошего, она говорила. Потом она, бедная, умерла. Так Юлия Владимировна пришла к ней на похороны. Это характеризует человека. Хотя до этого никогда с ней не была знакома. Ну ладно, к чему. Не то совсем. Да, не хочет выходить. Причем сидит на условиях, ну, хуже зоны. Потому что в зоне можно расслабиться. Это не СИЗО. Это пытка. Ну и поверьте мне, старому следователю, да, что выдержать ее не может никто. Ну и вот, идет какой-то дядька. И я его спрашиваю, а что это вообще такое? Он говорит, ну как же, это наш герой Украины. Он много для Украины сделал. Он был даже главой администрации. Да, защищал ныненьку. Ну да ладно. Пошел дальше. Ну и вдруг сирена. И над нами летит баллистическая ракета из Ирана. Собака вытащила меня в подъезд. И я, сон был крепкий, и я пока стал переходить с себя, подумал, какого хрена самому богатому человеку на постсоветском пространстве, а вы даже не представляете, насколько он богат. Потому что, ну, всю жизнь, 40 лет красть по-крупному, работая со всеми первыми лицами страны, ну, это серьезно. Только банк его стоил 10 миллиардов долларов. Кстати, ну хорошо, банки потом. Да. Ну вот. А потом подумал, ну, насколько гениальный все-таки человек. Не просто оказывается быть вором, да? Это не просто так, стырил и ушел. Это ж какой надо иметь ум, чтобы избежать от бомб российских, да, от агрессора туда, куда он по своим стрелять, ну, никак не будет. Да, это во-первых. Во-вторых, от Байдена, который против него возбудил уголовное дело за то, что стырили из Приватбанка, что-то там купили в Америке, какую-то недвижимость. Ну, в общем, что-то такое. Смотрите, сколько проблем сразу. В армию не пошел. Ну, а он же себя все время... Ну, сколько интервью было. Сколько людей смотрели и аплодировали ему. Ну, воевал бы сейчас. Ну, вот Луценко и тот с пьяным пошел какими-то дронами руководить и даже получил капитана. Ну, да ладно. Решил сразу три проблемы. В армию не пошел. От Байдена убежал. От Путина с бомбами убежал. Ну, а потом я вспомнил, что... Ну, это к тому, что выдержать условия тюрем советских наши тюрьмы не стали лучше. Вы уж поверьте. Ну, взяток стали брать больше, может. Но лучше уже никак не стали. Невозможно. Даже Луценко, этот герой всемирно известный, да, и то четыре года лизал открытки и приклеивал своим ядовитым языком и приклеивал туда марки. Я, кстати, заплачу любому сто долларов, кто пришлет мне с данными ДНК, что это его язык клеил марку, потому что продам потом эту открытку, когда историю Украины будут писать, ну, за большие деньги любому музею. Ну, правда. Мне так интересно, насколько он хорошо работал языком в тюрьме, потому что языком в политике он работал великолепно. Кстати, с Бенеем у него были наилучшие отношения. Ну, ладно. Вспомнил я потом один разговор по поводу того, какие условия могут быть в тюрьме. кстати, мне их не показывали, но зато очень подробно рассказывал есть такой жулик Колесников, который построил все стадионы на Евро 2008. Да, он, Петя его посадил Порошенко на полгода. Не знаю, за что. Хотел, вроде, как Ахметов говорил, забрать у них телеканал. Я не знаю, что он хотел, но бесплатно он бы его не выпустил. А потом Ющенко его выгнал и жаловался Ахметов, что за 500 миллионов не мог его выкупить. Я все думал, что ж стоит этот человек? Ну, я увидел его в работе. Когда банда пришла к власти, этот человек руководил всей предвыборной программой. По его словам, она стоила где-то 400 миллионов долларов. Ну, и на строительстве стадионов жаловался, что не докрал 100. 300 украл. Но я эти цифры не знаю, это мне не снилось. Я только могу сказать, что он, когда начинал строительство стадиона, вызвал все руководство мэрии и предложил откат. Ну, цифры до конца не помню. Один из замов тех, кто строительством занимался, сказал, ты что, сумасшедший? Ну, потому что он предложил вот ему 30 процентов, я не помню, сколько, и остальное себе. еще же должны убрать строители, что же тогда должно было остаться этому, не помню, кто из замов с ним полемику вел, я встал и ушел, потому что это был ужас. Я пошел к Януковичу и написал ему эту цифру. Пошел к нему, ну, тогда еще отношения были такие, он президент, а я мэр, это же потом они меня уничтожали, а тогда еще они заигрывали, все еще не знали, будут они там президентами, не помню, ну, до конца или не будут, еще тогда до Майдана далеко было, вот, и написал ему эту цифру на бумаге. И Янукович, ну, я думал, что он просто поймет, что этот человек сумасшедший, я не представляю, что он вытворял в Донецкой области и за что уже его так ценит Ахметов, потому что он у него самый главный по всем вопросам. И, кстати, кто вспомнит, напишите, за что его Петя посадил тогда. Ну, в общем, он рассказывал, что туда и девочек водят, и что там есть и баня, и хамам, ну, и выходов там полно. Ну, вот кто из вас поверит, что человек, который стоит там миллиардов, я не знаю, сколько, я не считал его миллиарды, но знает, что у него полно и яхты, самолетов и чего угодно, будет сидеть в СИЗО. Но даже украинская правда правдивая не зашла и не взяла у него интервью. А как защищали других, я помню, таких, как он. Ну, конечно, не стать на колени перед режимом, когда ты за что-то борешься, но я преклоняюсь перед Юлией Владимировной, потому что она на колени не стала. И языком своим ничего не нарезала. Это характеризует человека. Возможно, она и поменялась, поэтому я не хочу брать грех на душу, вспоминать что-то старинное. В старину всякое бывало, но то, что она показала себя героем, это для меня любой героизм важен, как и Гангадзе, как и многих других. Я не хочу проводить параллели. Хочу только сказать, что дальше я снова заснул. Ну и приснилась мне камера, в которой сидел Бенни с телефонами разного цвета. Вы можете себе представить, что человек, обладающий, ну вот у меня в банке работало 12,5 тысяч человек. Был завод еще. Я ночами не спал. Невозможно управлять огромным хозяйством, не работая на телефоне и не имея связи. Ну я не знаю, как я уже не стоят. Давайте пофантазируем, кто захочет. Но во всяком случае, великий человек, конечно. И, конечно, Остапу Бендеру было бы интересно. Если вы хотите мои сны дослушать, да, попрошу Бога, чтобы он показал мне хоть краешком, да, как же там обстоят дела, чтобы не вылазить из СИЗО. Теперь, на днях вот объявили, по-моему, в украинской правде, я считал, что на приватизацию отправляет снова этот приватбанк. А ведь Веня потерял на приватбанке, это был лучший банк в Украине. Не он его там строил, но у него хороший вкус на кадры, да, может и он, он, конечно, очень умный парень, надо отдать должное. Да, но сейчас его выставят снова на продажу, конечно, за копейки, и можно вернуть себе 10 миллиардов, ну, дай Бог, конечно, это будет не Беня, его копят, а какой-нибудь еще иностранец, ну, дай Бог, чтобы все было в мире хорошо, главное, чтобы мы победили, остальное все, мелочи жизни, а хотите услышать о моих снах дальше, я вам много еще буду рассказывать, просто я проснулся в очень хорошем настроении, кстати, ракета взорвалась где-то далеко, но осколками у меня разбило стекло, это впервые такое, потому что это была огромная баллистическая ракета, ну, ладно, неохота расставаться, давайте посмеемся, хорошего настроения, и не забудьте позвонить родителям, это самое важное, что вы можете сделать вечером, перед сном, они хотят слышать ваш голос, это для них сегодня самое важное и для вас тоже, и для Бога, пока. Субтитры создавал DimaTorzok